Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять все блокады с Крыма. Властям Украины необходимо наладить отношения с жителями Крыма и снять с полуострова все существующие блокады, считает первый президент страны Леонид Кравчук. Хватит петь, украинцы ждут перемен от Зеленского. Новый президент не сможет быстро разобраться со старыми элитами, но способен прекратить войну. Он уверен, что Владимиру Зеленскому, лидирующему по итогам второго тура президентских выборов, необходимо пересмотреть политику по крымскому вопросу. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и т.д., должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения, постепенно мы будем их углублять, развивать и придем к каким-то правильным выводам, цитирует Кравчук «Ария новости». Говоря о результатах второго тура президентских выборов, политик заявил, что не удивлен выбором украинского народа. По его словам, граждане страны очень сильно хотят что-то изменить, они устали от пустых обещаний, бедности и высоких цен, поэтому и выбрали новое лицо. Среди первостепенных задач, стоящих перед Зеленским, Кравчук выделил борьбу с коррупцией и обновлением управленческой элиты государства. Политик уверен, чтобы справиться с проблемой неподконтрольного новому президенту парламента, Верховную Раду необходимо распустить. 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. После обработки 99% протоколов кандидат от партии «Слуга народа» набирает 73,23% голосов, а нынешний президент – 24,45%. Зеленский уже объявил о намерении начать информационную войну для прекращения конфликта в Донбассе, продолжать минские переговоры и добиваться от Москвы выдачи арестованных за нарушение российской границы моряков. Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов воли изъявления крымского народа. Продолжение следует...